После принятия этого закона смертность от ДТП в России заметно снизилась, в том числе от ДТП по вине пьяного водителя. И хотя в мире таких законов немного, я считаю, что он играл положительную роль. С другой стороны, сейчас тот уровень промилле, который установлен, тоже крайне-крайне низкий, с учетом увеличения штрафов за его нарушение. Скорее всего, никаких катастрофических последствий отмена этого промилле иметь не будет. Но я все же поддержала бы предыдущий вариант нулевой промилле. По крайней мере, российскому водителю было понятно, что пить просто нельзя вообще. Сейчас они будут высчитывать, то ли можно, то ли нельзя, и, возможно, будет еще больше сложных ситуаций, требующих разбирать.